Битва за Москву Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, она способна побеждать. Советские люди воспрянули духом. В Москве шла дополнительная мобилизация добровольцев в дивизии народного ополчения. К столице перебрасывались свежие формирования с Дальнего Востока, из Сибири и внутренних районов страны. Тысячи женщин и мужчин, совсем юных и пожилых, рыли противотанковые траншеи и рвы на ближних поступах к городу. На предприятиях Москвы, которые до войны производили косметику или пишущие машинки, теперь изготавливали оболочки для гранат, бутылки с ожигательной смесью, патроны. Намерения врага сходу взять Москву провалились. Одним из переломных моментов в обороне столицы стало проведение 7 ноября 1941 года традиционного парада на Красной площади, с которого большинство воинов сразу уходили на фронт. Если в тяжелейшее время мы способны проводить парад в Москве, а верховный главнокомандующий остался в столице, победа будет за нами, так думали советские люди. Парад начался ровно в 8 утра. Командовал им начальник гарнизона Москвы генерал Павел Артемьев, на которого была возражена оборона города на ближних поступах. Падал густой снег, небо было закрыто густыми облаками и можно было не опасаться налетов вражеской авиации. Войска шли по Красной площади довольно четко, несмотря на то, что была всего лишь одна репетиция накануне. Многие из частей после этого уходили на фронт, где ситуация сложилась довольно тревожная. В ходе наступления Красной армии немцы были отброшены от столицы на более чем 300 километров, а врага полностью очищены Московская, Тульская, Калининская, Рязанская области. Частично освобождены Смоленская и Орловская. За провал под Москвой десятки высших немецких военачальников были сняты Адольфом Гитлером со своих постов.